В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! Большая часть зарегистрированных кандидатов-мажоритарщиков вообще не ведут избирательную кампанию, а на нескольких округах в области появляются двойники. Такие данные мониторинга избирательной кампании в Одесской области от Комитета избирателей Украины. Анализ процесса и результатов регистрации кандидатов позволяет говорить о ряде нечестных технологий, которые используются в некоторых избирательных округах. В частности, в избирательных округах, где численность кандидатов превышает больше 20, у нас есть основания предполагать, что такие кандидаты зарегистрированы не для реальной борьбы за мандат, а для того, чтобы увеличить представительство лояльных членов участковых комиссий более сильным кандидатам, то есть их реальным партнерам. Активист Рады громадской обеспеки Марк Гордиенко заявил об эксплуатации студентов Одесской юридической академии в целях привлечения их к участию в избирательной кампании кандидатов в народные депутаты по 135 округу Сергея Кивалова. Марк считает, что отстранение от должности Владимира Завольнюка – это первый шаг к разоблачению империи Кивалова. Вчера мы смогли добиться одного из первого большого успеха, где этот наказ, он уже есть в прессе, мы его получили вчера в Министерстве образования, о том, что отстранен ректор Завольнюк из-за того, что в интересах президента Академии Кивалова Сергея Васильевича были использованы студенты и административный тест был на них. Председатель организации добавил, что студенты Академии начали активное сотрудничество с ними. Студенты перестают бояться. А так они были бедные, запуганные. Там тот десяток заявлений, которые они принесли, но это герои, потому что они первые. Они первые начали, не побоялись, стать вот против этой машины вместе с нами. Рада Агроматской обеспеки разработала иллюстрационное заявление, с помощью которого граждане смогут обращаться со своими жалобами. Активисты общественной организации обещают, что разбираться в каждом конкретном случае в Одесском регионе будут по закону. Будут созданы отделения при каждом области, которые будут заниматься иллюстрацией негодяев. Только это как раз будет та часть варианта, что граждане будут видеть результат воплощения своих пожеланий в явь в очень короткое время. Сейчас уже все должны понять, и граждане, и чиновники, нанятые на работу, включая депутатов и кандидатов в депутаты, что все станет на свои места. Что власть в стране принадлежит народу, гражданам Украины, все остальные это наняты на работу. И за все свои действия предыдущие и теперешние они будут отвечать и нести ответственность по закону. Депутат Одесского гурсовета, кандидат в нардепы Вячеслав Круг изложил журналистам свое видение причин недавнего задержания. Круг считает, что его арест с сотрудниками СБ и там проськи представителей прежней власти, политический заказ, характерный для времен Януковича. А если говорить по почерку, а я милого узнаю по походке, так вот походка здесь совершенно очевидна. На протяжении последних всех лет правления Януковича это исполняла партия регионов с легкостью приводящей в изумление. И сегодня это ничего не остановилось. Все продолжается. И я задаю вопрос. Мы с такой надеждой смотрели на Майдан. Мы с такой надеждой ждали перемен. И что сегодня? Мы дождались. Что все то, что было, то и есть. Политик заявил, что его подозревают в совершении преступления по 191 статье Уголовного кодекса Украины «Присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением». Из постановы суда, что мне инкриминируют, здесь вот подчеркнуто. Знаете, что меня подозревают? Я подозреваю в чинене замаху на в чинене криминального правопорушения. То есть попытка совершить попытку правонарушения. И для этого мне нужно было три дня и три ночи провести в изоляторе предварительного содержания. Круг свою вину в какой-либо растрате имущества отрицает и заявил, что мог злоупотребить только любовью одесситов. Напомню, политика задержали 29 сентября. Его обвиняли в крупных кражах в Измаильском порту. 2 октября Вячеслава Круга отпустили на свободу под залог, сумма которого не оглашается. Общественное движение «Честно» презентовало свою программу «Реанимационный пакет реформ», направленный на создание более прозрачной работы структур власти. Бачимо за необходимость перетворение Кабинета Министров в основный орган сформирования государственной политики и перетворение его в институционную и стабильную систему урядувания. Мы понимаем, что жизненно необходимо восстановить институт урядовых комитетов для предназначения проектов урядовых решений и с залучением общественности. Мы считаем, что влада премьер-минстра должна быть деконцентрована, потому что сейчас заступники министров призначаются без участия самого министра. Мы считаем, что аппараты министерств должны осуществлять профессиональные государственные службы, которые должны призначаться не за политическими решениями, а за решением, соответственно, законодательства про государственную службу на конкурсной основе. И этим посадовым особам должна гарантироваться стабильность пребывания на посаде при измене урядов. Были учениками, стали курсантами. 280 учащихся Одесского мореходного училища имени Маринеска приняли присягу на верность профессии и получили звание курсантов. На торжественной церемонии побывал Андрей Цыганко. Торжественным маршем от училища имени Маринеска учащиеся прошли до Аллеи Славы. Церемония посвящения в курсанты началась. В хорошей учебе и стойкости в море ребятам пожелали руководители училища, ветераны флота и даже потенциальные работодатели. Ну а затем – присяга моряка. С этой минуты учащиеся официально стали курсантами. Продолжилась церемония возложением цветов к памятнику неизвестному матросу. Третий курсник Виталий Круглый рад, что профессию моряка в этом году выбрали так много ребят. Смотрю, что подрастающее поколение очень достойно. Реально, ребята большие, серьёзные, с хорошими знаниями. Просто хочется радоваться, что наша профессия не уйдёт в небытие и будет продолжаться развиваться. Начальник училища, несмотря на сложное время, уверен, что курсанты впоследствии смогут без проблем трудоустроиться. Обещают приложить к этому все усилия. Специальные предметы у нас читают не теоретики, а читают люди из моря, люди, которые прошли флот. Это старшие и вторые механики, старшие помощники капитанов. Капитаны – вторые помощники капитанов. Поэтому практическая подготовка очень и очень сильна у наших ребят. Вадим Куруч доволен сделанным выбором, несмотря на то, что поддержала его не вся семья. Разделились 50 на 50. Папа был против, мама – за. Ну, сами понимаете, что профессия сложная, необычная и требует больших затрат, как и физических, так и… Курсанты говорят, за месяц учёбы успели подружиться и стать одной семьёй. Да, подружились, уже общаемся хорошо, уже шутим друг над другом. То есть хорошая компания, мне понравилось. То есть уже пристроились друг к другу. Бок о бок им предстоит проучиться ещё три года. Андрей Цыганко, Алексей Филиппов, Седьмой канал. УКР «Залезныйти» ждёт полная корпоратизация. До конца года правительство намерено кардинально изменить работу данной структуры. Об этом заявил Александр Малин, первый заместитель министра инфраструктуры Украины. Он отметил, что УКР «Залезныйти» перестанет быть наименованием Украинской государственной администрации ЖД «Транспорта» и станет названием нового акционерного общества. Это не просто формальное изменение. Это даёт возможность этой структуре вести более гибкую политику на рынке. Мы должны обязательно прийти к практике, внедрённой давно практически во всех крупных странах, обладающихся этой железной дорогой. Также Александр Малин сообщил, что такое изменение позволит более активно сотрудничать с международными финансовыми организациями и гораздо упростит работу железных дорог на долговом рынке капитала. Несмотря на экономический кризис в стране, иностранные инвесторы готовы сотрудничать с Украиной. Об этом стало известно на втором международном деловом форуме «Одесса FDI Forum». Уже второй год подряд этот съезд – большое деловое событие Юга Украины. На этот раз главной темой форума стало развитие агропромышленного комплекса страны. «Якщо агрокомпанія українська є солидна, має чисту звітність, аудитовское заключение, що вона нормально веде свой бизнес, що там можна вкладывать гроші, і вона потом буде виплачувати дивиденди, інвестор готовий. То насправді ці великі державні фонди хочуть вкладывать гроші в Украину, навіть в сьогоднішних умовах. Тобто все не так погано, як здається. Давайте будем теж позитивными. І ми будем намагаться помогать «Одессе» розключувати ваш агробизнес. Ми готові співпрацювати з будь-яким іноземним інвестором. Якщо держава сьогодні підтримує тих, хто прийшов, вони будуть найкращими агитаторами за входження в Україну і вкладення інвестицій в Україну після завершення тих нестабільних часів, які ми сьогодні з вами переживаємо». Мероприятие проводилось в формате дискуссионних блоків. В форумі прийняли участия найбільші авторитетні українські і міждународні експерты. Греческую площадь закрили для автотранспорта. Там розбирають временну дорогу, щоб зробити постійно. Работи продлятся до ноября. При этом кругового движення по Греческой не буде. Та части, в которой благоустроили, останеться пешеходной. ВОЕННАЯ МУЗЫКА Они получили медикаментозное лечение и теперь нуждаются в лекарствах для души. Солисты львовской групи «Пикардийская терция» посетили бойцов АТО в Одесском военном госпитале. Музыканты с мировым именем исполнили часовую программу прямо в актовом зале больницы. Татьяна Милимко, далее. Игорю Бодне 30 лет. Война на Востоке сделала его инвалидом. Выполнял боевую задачу. Попали в засаду и так и раны. Ранение получил три месяца назад под Донецком. Со значительными ожогами и пулей в руке его перевезли в Одесский госпиталь. Здесь сделали несколько пересадок кожи и уже готовят к выписке. Домой хочется. Дома в Киевской области Игоря ждут мама, жена и двое детишек. Встретиться с ними он хочет в хорошем настроении. Поэтому посещает все концерты, которые проходят в госпитале. Они для него теперь лучшие лекарства. Поднимают настроение, конечно. Меняется какая-то обстановка и веселее становится. Сегодня здесь поет пикардийская ТРЦ. Исполнители популярной группы «Пикардийская ТРЦ» приехали в Одессу с сольным выступлением в театре. Концерт перед бойцами АТО предложили руководству госпиталя сами. Наше основное прагнение, чтобы просто по-людски их поддерживать. И если этот наш выступ даст возможность их сердцям и их психике отчасти, то мы это будем делать. Это для нас очень важно. Такие заходы. Потому что, как говорят, лекарь лекует наши тела, а музыка и песни лекуют наши души. Для нас это очень важно. Мы благодарны за это. Что нас не забывают. Врачи двумя руками за такую терапию считают ее действенной и не только для бойцов, но и для их родных, которые круглосуточно дежурят рядом. Музыка напоминает, что жизнь продолжается. К сожалению, сейчас не все смогли с нашего отделения ребята прийти, потому что ждут обход, ждут операции. И пришла вот жена и мама наших граниных бойцов. Им тоже нужно это очень, чтобы снять стресс, для того, чтобы помогать дальше ухаживать. Для бойцов АТО пикардийцы специально не адаптировали программу. пели как грустные, так и веселые композиции. Особенное внимание украинским народным песням. Среди слушателей Игорь Бодня. Час концерта, и он говорит, готов вернуться домой в хорошем настроении. Теперь окончательно поверил, что жизнь наладится. Есть вера, что будет все хорошо. За что и воевали, чтобы было все хорошо. Татьяна Милимко, Алексей Сорокин. Седьмой канал. Бронза 40 лет спустя. Одесский Черноморец отмечает круглую дату. В 1974 году команда отпраздновала громкий успех. Третье место в чемпионате СССР. По этому случаю 12 октября в Одесской филармонии пройдет благотворительный вечер чествования ветеранов команды, которые завоевали бронзовые медали. Всего годом ранее черно-синие поднялись из первой лиги и произвели настоящий фурор в чемпионате Советского Союза. За два тура до конца турнира в матче с московским «Динамо» они обеспечили себе награды. Команда вышла и длилась за каждое очко. Учитывая, что команда вернулась из первой лиги, настраивать команду не надо было на игры. Ну, получилось, как получилось. Потом в конце уже, когда мы поняли, что мы можем что-то завоевать, естественно, команда собралась. Программу вечера организаторы оставили в тайне и обещают устроить сюрприз. Все средства, полученные на благотворительном мероприятии, направят на поддержку ветеранов одесского футбола. Начало в 6 часов вечера. На этом пока все. Совсем скоро мы подведем итоги дня. Оставайтесь с нами, будет интересно.